Думаю. Позвольте спросить, о чем? О том, как открою новые места. Как попаду в приключения. Ну, конечно, попадете, мисс. У вас дух исследователя. Субтитры сделал DimaTorzok И быстренько их. Сразу все давайте. Куда-куда-куда. Цеплячьи бомбы. Серая тениска Дает серую тениску. Орлиное зрение. Когда инстинкт выживания включен, враги и животные просвечиваются сквозь препятствия. Так у нас было. Бабах. Вылечен. Но, в общем, у нас есть все необходимое для счастья. Жизнь и смерть набор. Живем лишь раз. Почему я на фоне медведя и лавы и детских медведей? Не дает продолжить игру в случае смерти. Кошмар. Святая защита. Дает бродю Святая защита. Ну, большеголовы у нас были. Маневр уклонений. Быстрое исцеление. Ну, в общем, много чего веселого. Надо мы сейчас откроем быстренько. Ну, пусть будет. Я не знаю. Это, надо сказать, что для сетевых игр, так понимаю. Большеголовый лар. Азартный игрок. При осмотре тел противников они могут взорваться. А, типа минер, да? Рапид. Время замедляется возле сраженных стрелами врагов. То есть, если я их сразил, подошел, я становлюсь матрицей. Да? Глубокие карманы. Серая майка. Классика. Сейчас я тут все открою и отправлюсь в поместье Крофт. Ну, я просто реально любопытно, что вот это сдают хотя бы. Хепри. Враги объяты пламенем, но неуязвимы к урону от него. Тьфу, это уже какое-то издевательство больше. Ответный огонь. После успешного удара в ближнем бою враг может возгореться. То есть, у него пукан возгорится. Ясно. Но, опять же, тут наборы, дикая природа. Технически я могу это все уже как бы взять. Даже вот этот платиновый набор у нас есть какой-то возможности. Бриллиантовый набор. Ну, до бриллиантового я не могу. Ладно, не будем тратить. Пусть копится, а там посмотрим. Отправляемся в имени Крофт. Тут, кстати, есть экспедиции. Стоп, подождите, 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 подождите. Экспедиция. Выберите режим. Уровень игры для игры, чтобы открывать дополнительные уровни, продвигаться по сюжету. Битва за очки. А, это вот здесь. А, это вот здесь это все и применяется. Ясно, ясно. Это в экспедициях. Но в экспедиции мы навряд ли ссунемся. Как бы это не особо интересный. А вот имение Крофт мне интересно. Новая игра. Родственные узы. Новая экспедиция. Кошмар лары. Смотрите. У нас есть два варианта. Имение Крофт. Новая игра. Родственные узы. Давайте, наверное, с нее начнем. Начать сюжет. Родственные узы. В имении Крофт. Вы можете играть в родственные узы. Не если гарнитура виртуальной реальности, HTTP или Oculus Rift. Только для DX11. Подключены к вашему ПК. У меня нет VR. Поэтому будем играть без нее. Дополнительные испытания в имении Крофт для любителей боевых действий. Сражайтесь в залах имения, собирая оружие, припасы и останьтесь живыми. Кошмар лары. Я так полагаю. Кошмар лары. У нас получается два дополнительных испытания. Ладно. Хорошо. Rise of Tomb Raider. Blood Tears. Хорошо. Кстати, это отличная заставка заодно. Мне нравится. Лара, мне жаль, что ты меня вынудила, но так тому и быть. Как тебе известно, твои родители назначили меня распорядителем имущества. На случай их отсутствия. Поскольку твоя мать пропала без вести, о ее смерти формально не было заявлено. А учитывая обстоятельства смерти твоего отца, неудивительно, что он так и не составил завещание на подобный случай. К сожалению, у тебя нет прав на поместье. Я готов обсудить ежемесячную выплату тебе скромного пособия из твоего доверительного фонда. Но только если ты покинешь поместья до конца этой недели. Лара, давай договоримся по-хорошему. Твоя мать бы меня поддержала. С уважением, Атлас. Где-то в имении должно быть завещание. Или хоть что-то, что может пролить свет на мамину судьбу. Папин сейф. Во-первых, Лара, кровь, дочь Ричарда. Кровь-то мать вашу! Она прямая наследница этого и поместья! Кстати, поместь очень хорошая. Вы посмотрите, как грамотно все сделано. Мне очень нравится. Это что у нас? Наконец-то я представила Ричарда семье. Все прошло так, как я и предполагала. Ледяная учтивость матери. Полное безразличие отца. Едва скрываемое презрение Атласа. Разумеется, они недовольны. С их точки зрения, Лорд Крофт – это человек, который украл их любимую доченьку и расторг ее давно условленную помолвку. Хотя я все равно не собиралась выходить за этого омерзительного графа Фаррингдона. Казалось бы, им стоит порадоваться, что за мной ухаживает истинный рыцарь королевства. Но нет. В их глазах это просто Ричард Крофт. Тот, кто собственноручно разрушил когда-то великое семейство. Но ничего уже не поделаешь. Я смотрела, как Ричард реагирует на их завуалированное оскорбление и неуважение с достоинством и спокойствием. Я понимала, что он делал все это для меня. Похоже, я в него влюблена. Мама ужасно расстроится. Но я не в силах жить той жизнью, что она мне уготовила. И время, проведенное с Ричардом, только укрепило меня в этом решении. А я рад, что у тебя такой шикарный офис и кабинет. Нет, реально очень красиво все сделано. Мне прям реально нравится. Красота настоящая. О, это вращается. Корона с моего дня рождения. Как же я ей гордилась. Это мой почерк. А я неплохо писала. Ну, не знаю. В принципе, нормально. Так, а это что у нас? Я вот это хотел посмотреть. Папа хотел, чтобы я пошла в Оксфорд. Но я выбрала университетский колледж Лондона. Да, похож на настоящий. Рот как-то предложил подделать диплом, чтобы было что показать папе. Стоп, подожди. Это фальшивый диплом у тебя? Не сторонник фальшивых диплом. Учиться надо. Так, а тут что у нас? Это нечто невообразимое. Я познакомился кое с кем сегодня вечером. Совсем неожиданно. Хотя, наверное, стоило этого ожидать. Я был так поглощен работой, так увлечен своими последними открытиями, что просто не замечал ничего вокруг. А мы сидели в библиотеке за одним столом. Ее зовут Амелия. И, очевидно, она занималась рядом со мной. История искусств. Подумать только. Молодые рассказы. Я неизвестил ей кое-что о своем исследовании, что было опрометчиво. Но я хотел увидеть, как она отреагирует. И она меня не разочаровала. Наша бурная дискуссия была подобна быстрой партии в шахматы. Один ход за другим. В какой-то момент библиотекарю пришлось даже нас утихомиривать. Словно детей. Чувствую себя таким глупцом, что не заметил ее раньше. У нее блестящий ум. И она подвергла моей идее сомнению. Такого раньше не случалось. По правде говоря, я не знаю, испытывает ли она сейчас такое же оживление, как и я. Но смею надеяться, что наша беседа была интересна для нас обоих. Впервые за долгое время я думаю о чем-то помимо работы. Надеюсь, завтра она вернется, и мы продолжим дискуссию. Влюбился герой! Мои родители были отличной командой. Они с самого начала соперничали. Да, с самого начала. Нужна комбинация. Поищу в папиных бумагах. Может, в библиотеке? Кстати, этот Атлас, он, скорее всего, родственник. Который хочет помешать Ларе заладить нас. Вообще, вот смотрите, все хотят захапать. Ларе, я тебе помогу. Мы поможем Ларе. Разобьем наиски эпизодов по 30 минут. Думаю, будет нормально. Так, понемножку будем все изучать, собирать. Я помогу Ларе вернуть ее собственность. Ларе, эксперт по этой категории. Уже проходила через Атлас в свое время. Папина карта забытых городов Северной Сирии. Он даже не подозревал, что почти нашел гробницу пророка. Так, спокойно, сейчас бокал раздавлю. Пальцами не катал еще мне этого. Так, что тут у нас? Папина книга мифов о бессмертии. Может, мне пригодится? Подожди, это он сам написал? Это его издание? А зачем он в собственной книге делал пометки? Не понимаю. Логика. Так, здесь открыто, здесь открыто. О. Это папа и Анна вместе. Никогда не любила платье. Ну, у этого хоть цвет интересный. Да, бирюзовая волна, очень красиво. Отец, кстати, у тебя очень красиво, Лара, здесь. Забавно, впервые увидели от Ричарда Кропа. Ну, нормальная эмоция. Это, наверное, мой дедушка Бенджамин. Бенджамин Кроп? Красивый бюст. Возьмем. Вот это мне нравится. Вот это вот классический дух. Вот это мне нравится. О, тут что у нас? Это карта нашей первой с папой экспедиции. На ней отмечен коридор для прислуги, ведущей в библиотеку. Ага. В общем, по ней нам надо идти и найдем там выход. Тут есть винный магазин. Кто знал? Кошмар. Кто жили? Дверь в библиотеку. Заперто. Поищу другой путь. Стоп. Попробую пройти через старый коридор для прислуги. Пока не будем. Сначала все изучаем, давай. Привет, пап. Я тут думала о маме. Хотелось бы узнать о ней побольше. Как вы познакомились? Какой она была? Уинстон мне сказал, она была. Она была талантливой художницей. В запертом западном крыле есть ее картины? Ну и мне просто надо знать, она любила меня, пап? Она когда-нибудь это говорила? Наверное, я веду себя глупо. Но, может, ты расскажешь мне о ней побольше, когда я вернусь из школы? Ну, здесь я сейчас объясню, ребят, почему в формате письма. Дело в том, что в большинстве своем богатее отправляли своих детей в школы-интернаты. То есть, Лара какое-то время была там, потом она возвращалась, а писал это в ребятцу. То есть, это логично, это логично. Это все корректно, все правильно. Так что не удивляйтесь. Почему это она сама не спросила его? Тут все отапливается? Лара, кошмар. А тут что у нас? Лара, я ознакомился с заключением психотерапевта. Должен сказать, я был удивлен, что ты, оказывается, здорова. Все же сомневаюсь, что ты так легко отказалась от своих неразумных заявлений. В самом деле, где это ты пропадала последние недели? Как выяснил мой секретарь, 20-го числа ты заказала авиабилет в Турцию. Про экскурсии можешь рассказывать таможенникам. Я знаю, ты что-то задумала. И будь я проклят, если позволю тебе снова транжирить средства Крофтов на блажь, уже погубившую мою сестру. Тебе еще не поздно добровольно отказаться от претензий на поместье. В противном случае, я найду способ лишить тебя наследства. С уважением, Атлас. Дядюшка! Не переживай, Лара. Мы этого Атласа оставим даже без хуя между ног. Все заберем. Ахуй мы сжечь. О, приветствую, сэр Ланселот. Не бойтесь. В этот раз ваш меч мне не потребуется. Это отсылка. А угадайте на что? Какую игру, да? Пишем в комментариях. Это отсылка была, кстати, если что. Кто играл много в Лару Крофт, тот поймет. Большой зал. В детстве я обожала тут играть. Пожалуй, отсюда и начну ремонт. Да. Это точно. Тем более, это главный холл. Он перерождается, но он в смерти. Он помирает, потом уже перерождается. Это логика. Мы должны признать, очень красиво все сделано. Прекрасное поместье. Лично я в восторге. Я реально в восторге. Я игру сохраню. Знаете почему? Я хочу воссоздать поместье вот это. У меня есть моя работа по миссии классической Лары Крофт, но вот это восстановление точно подлежит. Хм, это вещь Анны. Но ведь почти все ее пожитки хранятся в доме для гостей. Что она тут делала? Ну, бросила, оставила. Кто-то решил пошутить. Можешь, Ричард подарил, а вы идите здесь никуда. А тут что у нас? Снаряжение отсутствует, требуется универсальный ключ. Ясно, запомню. Подожди, а у меня нету... А, да. Ты же знаешь, что тебе нельзя в западное крыло. Прости, я просто хотела посмотреть. Мы это уже обсуждали. Там мамина комната? Послушай, доченька, просто не ходить туда. Папа никогда не пускал меня в западное крыло. Заперто. Нужно найти ключ. Прежде чем найти ключ. Да, нам нужен мастер ключ. Но сперва давайте все изучим. Ты здесь на полу, мисс Лана. Смотрю на компас. Думаю. Позвольте спросить, о чем Уинстон? О том, как открою новые места. Как попаду в приключения. Ну, конечно, попадете, мисс. У вас дух исследователя. Но не спешите взрослеть. И ничего не скажешь о Уинстоне. Он тебе как отца заменил в других играх. Отсылка. Я же так ему и не сообщила, что отправила свою работу. Я даже и не думала, что ее примут. Но музейные гастроли я пропустить не могу. Мне придется оставить Англию на год. Отправлюсь в Нью-Йорк, потом в поездку по штатам. Господи, я в восторге уже от того, что написала эти слова. Когда мы с Ричардом поженились, я готовилась к тому, что рисование останется простым развлечением. Но именно Ричард и стал возражать. Он подарил мне возможность работать в собственной студии. Наверное, без его поддержки я бы до сих пор рисовала только скучные пейзажи. А теперь я никак не могу избавиться от ощущения, что уехать сейчас будет равнозначно предательству. Да, он посмеется над этим, станет настаивать, чтобы я приняла приглашение, но сердце его будет разбито, я знаю. Он никогда не просил меня принести в жертву ничего из того, что наполняет мою жизнь. Я все равно это делаю, впрочем, пусть и тысячи маленьких способов, и на протяжении всей нашей жизни, но он никогда об этом не просил. Разговоры подождут. Я поеду к нему в Тибет. Не стану омрачать его открытия. Я буду с ним в миг его торжества. Я уверена, он ответит мне тем же. Ну да, когда ты будешь показывать свои картины, при условии, что в альтернативной версии ты не окажешься у гребаного Рагнарёка. Кто смотрел Tomb Raider Legend и Tomb Raider Underworld, тот поймет. Наш прохождение. Твои листы, ссылочки тоже будут выписаны. Я буду закреплять все подряд. Вот, и что у нас? Лара, с тех пор, как ты вернулась из экспедиции на Яматай, меня все больше и больше беспокоит твое сумасбродное поведение. Могу листы сказать, что ты перенесла какую-то психологическую травму и твое поведение своеобразный призыв к помощи. Знай же, что я тебя услышал. Мы с Анной пришли к выводу, что тебе следует обследоваться у специалиста. Я позволил себе обратиться для этой цели к своему высококвалифицированному коллеге. Вероятно, скоро ты получишь подробности по почте. Особо подчеркиваю, Лара, что это очень важно. Мой долг, как распорядитель имущества, передать поместье в надежные руки. Извини за прямоту, но ты ведешь себя, как твой отец в худшие дни его жизни. В тот период он чуть было сам не лишился поместья. Я бы очень не хотел, чтобы ты повторил его ошибки. Прошу тебя принять предлагаемую мной помощь. С уважением, твой дядя. От лист де Мерней. Я его не видел ни разу, я его уже хочу задушить по двум его греб... По трем его гребном письмам. Мерзкая зараза, явная. Хотя, память всегда в упадке, честно говоря. Реально, оно... Оно реально выпадает. А это что? Прости, что не связалась с тобой раньше. Я решила провести кое-какие исследования в имении. В общем, много чего произошло, и мне нужно время обдумать, что же делать дальше. Этот старый дом переполнен воспоминаниями и тайнами. Дядя Атлас так долго не позволял мне сюда приехать, что я даже не уверена, хочу ли оставить имение себе. Но, после случившегося, есть шанс, что я пойму, наконец, что оно для меня значит, и стоит ли за него бороться. Как вернусь в Лондон, дам тебе знать, как пошли дела. Это твоя собственность, ты обязан за него бороться. Крысь глотки. Убивать каждого. Не забыть бы его в следующей экспедиции. Фонарик. Это налобный, так полагаю, да, вот так вот? Хорошо. Полезная штука. Фонарик получен для снаряжения. Фонарик включится автоматически. Неплохо. Проверим. Так, а это что у нас? Очередной папин артефакт, дарующий бессмертие. Кажется, Рот купил его где-то в Греции. Но по факту это... Амулет... А, да, амулет Ураборс. Я это хотел сказать, что Ураборс. Хотя фарма... Хотя правильно, правильно, ребят. Должна была быть только одна голова змеи. Но это, видимо, сделали до симметрии. Но по факту должна быть одна. Потому что Ураборс это самопожирающий себя змей. А тут две змеи едят друг друга. Так. Что у нас здесь еще есть? Изучаем все, а там потом посмотрим. Ну нам нужен мастер-ключ. А он находится в какой-нибудь прислуге. Я прекрасно все это знаю, ребят. Мы сейчас пока просто вот здесь походим. Что-то дело посмотрим, пооткрываем. О! А вы кто у нас сбытия? Не знаю, кто это. Надо бы на досуге подучить наше генеалогическое древо. Вот это правильно. Надо знать свое. А хотя бы подпись бы сделали, реально бы. Я подписал бы симметрии. Я бы лично подписал бы. Это было бы... Картины какие красивые, реально. Вот видите, не зря все изучили. А если бы темно было бы... Нет, конечно, нас бы сюда потом и направили бы. По логике бы вещей, я так понимаю. Но так. Хотя у нас теперь все есть. Все необходимое. Да, у нас мастер-ключ нужен. Мне вот очень нравится, как Лара трогает все. Грамотно сделано. Кстати, если сравнить с первыми играми Лары и вот эту, здесь сразу видно, что вот это поместье более реалистично. Хотя классическое поместье Лары, даже вот если вспомнить фильмы с Анджелиной Джоли... Выглядит... О, подождите. Что? Если вспомнить фильмы с Анджелиной Джоли, они были тоже неплохими. А, да. Завалил все углы. А еще говорит, Лара плохая хозяйка, Лара плохая хозяйка, я распорядитель. Ну да, ну да, распорядитель гребаный. Тоже мне распорядитель. Ничего распорядиться не может нормально. Так, вот это выключи, а то сгорит все. Хотя, с другой стороны, это отапливает. О! Артефакты из долины Нила, мои любимые. Папа заинтересовался мифами о бессмертии после экспедиции в Египет. Это Анг, если что. А! Я сначала говорю, а потом считаю, что это за название. Ко мне, ребят, ко мне, не подирайтесь. Я просто реально сначала так делаю. Кстати, знаете, что самое забавное, что, ребят? О-о-о. Лар знает это поместье лучше, чем этот... Асмоденус. О-о-о. О-о, здрасте. Амелия, мать в курсе, что ты разорвала помолвку с графом Фаррингдоном. Она сходит с ума от беспокойства, но пока контролирует ситуацию. Насколько всем известно, ты просто колеблешься, не более того. Но как только твоя интрижка с лордом Крофтом станет достоянием общественности, будет поздно. Наша фамилия будет замарана так же, как и фамилия твоего любовника. Амелия, разве ты не видишь, что ведешь себя эгоистично? Эгоистично. Подумай о семье, прошу тебя. Кто поговорил? Ты ведешься эго-морней. И все, что ты делаешь, отражается на всех нас. Я скоро приеду в Лондон, не предпринимая необдуманных решений, пока мы не поговорим. А ты вообще кто такой? Ты всего лишь ее отец, и все, знай свое жалкое место в этой жизни. Деморней! Деморней! Фаррингтоны! Та как бы вы сдались? Влюбилась, жидилась, Лаур Крофт родила, радуйся. У тебя дочка самая популярная девушка в мире. Вдучка. 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 Я не удивлюсь, если вы потом на Лару доплевали. Гребаный свиток. Гребаный. Пиццы недоделанные. Как хорошо, что здесь у нас... Вот ты сразу за фонарем сходил. Деморней! Деморней! Тоже мне дармоненчи нашлись. Дом разваливается на глазах. Может, все-таки отдать его дяде? Нет, 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 нет. Здесь еще можно все отремонтировать. Позлота, где-то эпоксидку приведите. Все будет нормально. Говорят, лучший способ проверить отношения отправиться в совместное путешествие. Я бы сказал, что мы с Амелией блестяще прошли эту проверку. В самом деле, последние несколько месяцев в Египте были просто превосходны. Амелия и Рот держались, как старые однокашники по университету. Не раз бывало, что они вдвоем засиживались с вечера до глубокой ночи за выпивкой и игрой в карты. Несмотря на ее строгое воспитание, Амелия быстрее меня привыкла к бурной жизни. Она так легко находит взаимопонимание с местными, обезоруживая их своим участливым отношением. Благодаря ей я сделал довольно-таки неожиданный прорыв в исследовании. Она уговорила торговца древностями в старом городе продать мне великолепный и весьма необычный тибетский свиток. Насколько я могу судить, в нем содержится описание какого-то обряда для обречения бессмертия. Похоже, мне пора сделать следующий шаг касательно Амелии. Собственно говоря, не думаю, что смогу еще ждать. Завтра же я попрошу ее руки под ярким египетским солнцем, среди песка и развалин. Это так романтично. Я, конечно, противник официальных браков, но черт, Ричард, ты романтик, прям как я. Ой, как я его привык. Неудивительно, что он попросил ее выйти за него сразу, как только об этом подумал. Еще закрыто. Мастер-ключи не хватает. Ладно, идете искать мастер-ключ. Что еще у нас здесь есть в радиусе поражения? В радиусе обнаружения? Пробки хоть включи. Хочешь? Ну ладно. Это уже на резидент попахивает. О, тут что-то еще у нас есть. Амелия, я знаю, в последние годы у нас с тобой были определенные разногласия. Я старался непредвзято смотреть на твои отношения с Ричардом, но я не могу тебе позволить отправиться в эту безумную экспедицию, не высказав свое мнение. Ты говоришь, что гипотезы Ричарда разумны. Ты говоришь, что, возможно, он действительно наткнулся на некую легендарную, доселе неизвестную истину. Но я не вижу никаких оснований для таких утверждений. И хотя в прошлом твоего слова могло быть достаточно, я не могу позволить тебе пустить на ветер то, что осталось от твоего имени и репутации, а также репутации твоей семьи, если уж на то пошло. Ради какой-то нелепой затеи. Я намерен пойти к инвесторам Ричарда и рассказать им, на что он собирается потратить их деньги, но сперва решил дать тебе шанс самой положить всему этому конец. Прошу тебя, откажись от поездки в Тибет. Если не ради меня, то хотя бы ради Лары. Ой, как уже заговорила. Но теперь не покрывай мою фамилию. Но теперь ради Лары. Да гроботы вы бесполезный кусок родственного дерьма. Вот серьезно, вот я не завидую Ларри Крофт вот с такими вот родственниками. Хотя у всех такие, к сожалению, в этом мире. А на сегодня мы закончим таким шикарным, жутким видом. Что ж, ребят, с вами был Альберт Вескарь, глава Амбрала Тэчим. Всем до скорой встречи. И не будьте родственниками Ларри Крофт. Будьте самой Ларри Крофт и добейтесь всех грабаном, сэр. В грабаном океане крови, поджечьих сердцем палмам. Ладно. Что это я негативлю? Извиняюсь. Просто лично накипело, потому что я понимаю, Лар, она сейчас в такой ситуации, в которой я был несколько лет назад. Вспоминаю прямо все эти ссуды грабанные. Все отбил. Все отбил. Все мое. Поэтому Ларри я помогу. Мы поможем Ларри Крофт своим профессионалам. Ну а что ж. Вескарь, Амбрал Тэчинг, Ларри Крофт, Райзут Томбр Рейдер, спасение поместья Крофт от грабаных жатых родственников. Увидимся в следующем эпизоде. Удачи!